Дорожную разметку в центре Краснодара обновили недавно. Но то ли июльские дожди смыли покрытие, то ли краска некачественная. Красно-белая зебра едва заметна, констатирует губернатор. В очередной рабочий объезд по городу он отправился вместе с мэром и рабочей группой, отвечающей за столичный облик Краснодара. А вот металлические ларьки образца 90-х на красной, наоборот, хорошо заметны. Вы смотрите, слева киоск, да? Ну вот, наверное, он имеет право здесь быть, но качество киоска совершенно уже такое наш. Вчерашний, после вчерашнего дня. Все они предупреждены. То есть вы будете их сносить тоже? Да, не сносить это будет модернизация этого дела, новые материалы и, так сказать, приведение в порядок. Изменения коснутся и объектов на Пушкинской площади. Будущие проекты губернатор обсуждает на месте со специалистами. Планируется реконструировать центральный концертный зал кубанского казачьего хора, а под землей построить парковку как минимум на 1200 автомобилей. С красной заезжаем, вот красной заезжаем. Вот здесь будем ставить машины в два ряда. Здесь будут пандусы съезжать на второй, на третий этаж. Улицу Пушкина мы не перекрываем. Эти проекты – часть краевой программы «Краснодару столичный облик». И как её исполняют, лично контролирует Александр Ткачёв. Одно из поручений, которое давал глава региона городским властям ещё зимой, избавится от лишней рекламы на улицах. К июлю обещали зачистить центр. Перетяжки над дорогой на Красной исчезли. Количество рекламных конструкций с 4000 сократилось вдвое. Но этого явно недостаточно. К примеру, на Ставропольской в районе рынка Вишники давно творится рекламный хаос. То, что Ставропольская больше похоже на барахолку, считают и местные жители. От Таманской и до университета. Как выбитые дома, вот эти двухэтажные здания, вот эта какая-то Сорочинская ярмарка. Что разрешил вот это им построить? Город и край сегодня занял позицию о том, что мы должны очиститься. В своё время, помните, когда у нас был дефицит всего, мы рады были любому ларьку, любому магазинчику. Удобно, красиво, купили газетку, колбаски, всё. И вот это время, оно уже прошло. Всё, мы уже насытили. Поэтому, какая концепция, какая задача? Мы как раз и проехали Ставропольскую улицу, по моей инициативе, да, я пригласил мэра. Мы написали, что 150 ларьков, которые будут снесены, начиная от рынка, и заканчивают эта развязка. Вы правильно задаете вопрос, мы тоже на вашей стороне. С жителями Черёмушек Александр Ткачёв обсуждает и другую проблему. Как разгрузить один из самых проблемных с точки зрения автомобильных пробок район. Мы хотим сделать здесь большую развязку, трёхуровневую. Потому что это пробки, это такое слабое место, да, и мучает мышцу всей, и горожане, и приезжие. Проектируют трёхуровневую развязку на Старокубанской учёные из Петербурга. Она будет намного сложнее, чем даже Адлеровское кольцо в Сочи. Через три года по двум уровням пустят автомобили, а по верхней дороге трамваи, чтобы пути не пересекались с автомобилями. Но очень важно при строительстве создать минимум неудобств горожанам, говорит Александр Ткачёв. Очень важно, чтобы трамваи в воду ходили. Чтобы в никакой случае не ставили трамвальные движения, потому что людям как перемещаться. Будет какой-то временный вариант разрабатываться. Значит, Александр Николаевич, конечно, постараемся предусмотреть все нюансы, связанные с перемещением. Четыре пешеходных перехода реконструируют. Ещё один новый построят в районе Вишняков. Другой проект, за реализацией которого следят все жители – реконструкция бульвара рядом с Авророй. Сред кинотеатром возводят большой музыкальный фонтан. Его строительство тоже включено в программу «Краснодару столичный облик». Мы уже обсудили с управлением строительства график производства работы. Я думаю, с 1 мая следующего года мы полностью закинемся. На очереди реконструкция самого здания кинотеатра. Изменится фасад, отремонтируют и кинозалы, оборудуют по последнему слову техники. В перспективе строительство в районе Авроры подземного паркинга. Всё это в планах. А пока южная столица, если отойти немного в сторону от центральных улиц, местами больше похоже на каменный мешок без зелени, с непонятными строениями, стихийными торговыми точками и безвкусной рекламой. Это недопустимо, заявил Александр Ткачёв уже на совещании после объезда города. «Справедливости ради, надо сказать, часть рекламы убрана. Наконец-то исчезли растяжки. Практически, где мы не были, я ни одной не увидел. Хотя, скажем откровенно, полгода назад это был бич. Просто уже не было светлого видно из-за того, что их было огромное количество, где надо, где не надо, по разному поводу. И то, что это сделали, молодцы. Но ещё больше, уверен, предстоит сделать. Считаю, что нужно применить все рычаги контроля, и в том числе и правоохранительную составляющую, чтобы навести на улицах города порядок. И использовать, естественно, цивилизованные формы. Закон, штрафы, изъятие, судебная практика и так далее». На совещании обсуждают сроки строительства подземных парковок. Проекты глобальные и требуют детальной технической проработки. Приступить к строительству такого сооружения на площади Пушкина смогут не раньше осени следующего года. Но уже в этом, заверил мэр, в центре появится первая платная парковка с удобными терминалами оплаты и системой видеонаблюдения. Таких парковок в Краснодаре будет несколько. В планах создание единой электронной службы парковок в городе. «Краснодар традиционно и Краснодарский край, он занимает лидирующие позиции в Российской Федерации с точки зрения бизнес-среды. То есть всегда говорят, что да, в Краснодарском крае удобно вести бизнес и так далее. И нужно сказать, что в том числе и наведение порядка в этой области, вопросы, которые мы в том числе сегодня касались, парковки и так далее, это еще один шаг в формировании благоприятной бизнес-среды». Проблему почти московских пробок в Краснодаре должны решить новые развязки. Ткачёв делает замечания. От принятия решения до начала строительства слишком много времени проходит. Требует решения дорожных вопросов максимально ускорить. Поучиться можно у сочинских строителей. А вот в вопросах столичного облика перенимать опыт нужно у Москвы. Специалистов мэрии Ткачёв предложил отправить за опытом в Казань. «Что касается главной темы, это три главные конструкции и торговые точки, временная торговля в городе. На сегодня, по крайней мере, мы всех предупредили, есть полный учет, есть полная аналитика того, как действовать. Поэтому я считаю, что до конца года в городе произойдут серьезные изменения в этой части. Мы отчитаемся перед вами о выполненной работе за эти дела». В рамках программы «Краснодару. Столичный облик» краевая столица получит 28 миллиардов рублей. Сумма беспрецедентная. На эти деньги в городе должны построить не только дороги, разбить новые скверы, но и полностью обновить общественный транспорт. Город, комфортный для жизни, должен полностью оправдывать свое звание.